МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, в городе введен режим ЧАЭС в связи с неготовностью к отопительному сезону. Общий долг перед энергетиками составляет 26 миллионов рублей. Необходимый запас топлива не сформирован, а из 35 котельных обесточены 3. Возобновить работу они должны на этой неделе. Решено, что отвечать за теплоснабжение зимой будет не вновь создаваемый МУП, а прежнее предприятие Каменские теплосети. Оно находится на грани банкротства. Чтобы вывести его в безубыточное состояние, тариф на тепло повысят примерно на 1000 рублей. Компенсировать жителям его обещают из районного бюджета. Кроме того, решено гасить долг перед энергетиками постепенно в течение пяти лет. Изменения в законы, которые коснутся желающих заключить брак, людей предпенсионного возраста и индивидуальных предпринимателей вступают в силу сегодня. О них узнаете далее. Работодатели теперь ежеквартально будут подавать данные в центры занятости о сотрудниках предпенсионного возраста, тех, кому осталось пять лет до выхода на заслуженный отдых. Это делается для того, чтобы обеспечить права пожилых. Напомним, неделю назад Госдума ввела уголовную ответственность за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. С 1 октября россияне могут подать заявление в ЗАГС о заключении брака за год до события. Раньше это можно было сделать всего за месяц. Новые записи о рождении, заключении и расторжении брака теперь можно будет получить в ЗАГСе по месту жительства или пребывания, а не в том, где вносилась запись, как это было раньше. С сегодняшнего дня упрощаются и правила регистрации для индивидуальных предпринимателей. В частности, если в оформлении отказали из-за недостающих документов или неверного оформления заявки, исправить ошибки можно в течение трех месяцев. Успеваете? Повторно платить госпошлину, которая составляет 4000 рублей, не придется. Евгения Даровская, Наши новости. В Барнауле назвали победителей театрального фестиваля имени Валерия Золотухина. За пять дней зрители увидели сотни судеб и людских характеров. На сценах алтайских театров показали 14 спектаклей разных жанров. Спектаклей много, и мы не могли на всех быть. Мы делились поровну. Поэтому большое такое жюри. И каждый раз, встречаясь после спектакля, с другой половиной, как? Все говорят, потрясающе. Вы знаете, честно, роскошно, замечательно. В последний вечер фестиваля зрителям представили вне конкурсную работу труппы певцов в театр. 20 актеров из Москвы показали публике спектакль «Мамаша Кураж». Небольшое интервью с руководителем труппы Дмитрием Песцовым в нашем вечернем выпуске. И тогда же мы расскажем, кто стал победителем третьего фестиваля имени Золотухина. Сегодня во всем мире отмечают День пожилого человека. На протяжении октября для людей почтенного возраста в Барнауле будут проходить концерты, мастер-классы и всевозможные акции. К примеру, для пенсионеров, которые находятся на заслуженном отдыхе, но не желают отставать от молодых, проведут курсы компьютерной грамотности. На этой неделе стартует также городской чемпионат по футболу в составе команд спортсмена от 50 и старше. Сразятся ветеранные спорта и закубок Барнаула по волейболу. В месячник пожилого человека будет организовано много культурных программ, экскурсии, концерты. Подарок для людей почтенного возраста подготовил Барнаульский зоопарк. С 1 по 12 октября прийти пообщаться с животными можно будет бесплатно. При себе необходимо иметь лишь пенсионное удостоверение. Теплой погодой порадуют жители края начала октября. По прогнозам синоптиков, сегодня в отдельных районах столбик термометра поднимется от 19 до 24 градусов. При этом будет дуть слабый южный ветер. Сильных дождей не прогнозируют, а вот штормовое предупреждение объявлено до 3 октября. Сотрудники МЧС предупреждают, что сейчас высока вероятность пожаров, много сухой травы и листвы. Спасатели обращаются к садоводам с просьбой не сжигать мусор на своих участках. И в завершение выпуска о погоде подробнее. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. 1 октября в крае переменная облачность без осадков. Ветер южный и местами порывистый. Воздух прогреется до 23 тепла. В Барнауле переменная облачность без осадков и тоже тепло до 23 градусов со знаком «плюс». Напоминаю, телефон редакции в Барнауле. 722 440 – полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.